Родители, самое ценное, что есть у каждого человека, они всегда заботятся о твоём благополучии и хотят сделать так, как будет лучше для их ребёнка. Но порой в своих стремлениях семейства переходят все допустимые и недопустимые границы и начинают тупо компостировать мозги, произнося до дыр затёртые родительские фразы. Но выход есть! Добро пожаловать на Теллблог.нет! И сегодня у нас ТОП 10 способов отшить родаков! Десятое место. Да делай уже что хочешь! Мощная фраза, которая должна выбить себя из колеи и заставить делать далеко не то, что ты хочешь, а что скажет мама. А ты возьми и поступи согласно желанию твоей родненькой, то есть так, как того желает твоя душа. Когда услышишь возмущение в свой адрес, то спроси. Э, маманя, вы за свои слова не отвечаете? Мне отец всегда говорил, что слово мамы закон. Вот я его и исполняю. Девятое место. Вырастешь, поймёшь. Так себе толдычит уже не один год. А ты всё никак не растёшь и не растёшь, поскольку родители словно мантру продолжают повторять эту фразу. Напомни о том, что семейство уже очень давно обещает тебе просветление во взрослой жизни, но ты никак не вырастешь, потому что параллельно с этим они же говорят. Ты всегда останешься для нас маленьким. Ну так и спроси, как тебе тогда повзрослеть, если ты навсегда останешься маленьким? Восьмое место. И стакан воды в старости не принесёшь. От создателей вырастили помощника. И... От тебя никакой помощи не дождёшься. Короче, это камень в огород, когда родаки хотят припахать тебя. Работай давай. Когда в следующий раз услышишь эту фразу, кабанчиком метнись в магаз, купи 10-литровую бутыль воды и скажи, вот, можете отложить себя на старость, тут стаканов 70 будет. Но есть и другой путь, более простой. Можешь ответить маме что-то из разряда, ты же у меня ещё такая молодая, куда тебе от старости думать? Я так рад, что ты сейчас сама можешь налить себе воды. Вот постареешь, тогда и принесу. Но после всех этих шуток, конечно, нужно помочь родителям. Они этого заслуживают, как никто другой. Мам, может я чем-то помочь? Нет, спасибо. А, ну, ладно. Всё, да? Никто не помогает, никто меня не любит, никто вообще ничего не делает для меня. Седьмое место. С друзьями так будешь разговаривать. Окончательный контраргумент практически любого родителя в большинстве споров. Когда услышишь эти слова снова, скажи, «Странно, а я думал, мы с тобой лучшие друзья». Это ведь тоже наверняка говорила и твоя мама, пытаясь найти к тебе подход. Только вот почему-то в конфликтных ситуациях родители забывают, как набивались в друзья. Естественно, это шутка. А со всеми представителями семьи нужно общаться в уважительном тоне. Но если мама обладает неплохим чувством юмора, то твоя искромётная фразочка её развеселит. А это первый шаг на пути к урегулированию конфликта. Шестое место. Возьмись за учёбу. У тебя какая оценка в четверти? Троечка. Самая проблематичная тема фактически для каждого школьника. И именно из-за неё чаще всего наезжают родители. Мол, давай учись лучше, а то вообще обленился. Чтобы дать достойный отпор на эти закидоны, пообщайся со старшим поколением. То есть с бабушкой или дедушкой. И разузнай, как учились твои родители. Ещё лучше, если они тебе подскажут, где найти школьные табеля или дневники мамы или папы. Часто оказывается, что предки получали оценки не лучше, чем ты. Но они же порой не стесняются рассказывать о своих успехах на учебной почве. Я в твоём возрасте никогда двоек не получала. А другие чё получили? В следующий раз, когда родоки будут наезжать на тебя из-за отметок, достань дневник одного из них и задай каверзный вопрос. А это что такое? Кто тут у нас был главным отличником? Пятое место. Хватит уже играть! Излюбленная фразочка всех родителей, после которой следует предложение заняться чем-нибудь полезным, например, той же учёбой. Чтобы не спалиться перед началом игры, открой в браузере какую-нибудь заумную вкладку. Скажем, с теоремой Пифагора, а на стол положи раскрытую тетрадь с нарисованной фигурой и ручку с карандашом. Цель этих действий имитировать бурную деятельность. И как только дверь в твою комнату начнёт открываться, быстро переключись на окно браузера и всем своим видом покажи, насколько сильно ты любишь геометрию, алгебру или любой другой предмет. Схема рабочая 100%, нужна только быстрая реакция. Ну и наушниках естественно или на максимальном звуке ты катать не сможешь. Четвёртое место. Оно, дай папка сыграет. Но бывают ситуации, когда тебя выгоняют из-за компании для того, чтобы заставить делать уроки. А потому что кому-то другому самому захотелось поиграть. Итак, если батя просит тебя освободить комп, чтобы зайти в свои проклятые танчики, от которых уже динозаврами веет, можешь ответить, что ты ещё сам не доиграл. А когда он начнёт бычиться, пригрози, что сольёшь мамане и его историю поиска. Это работает, если отец не очень разбирается в технике. Хоть искал он что-то запрещённое, хоть не искал, его можно легко взять на понт. Сын, я был на родильском собрании. Пап, я распечатал список твоих загрузок. Хорошо, я не был ни на ком родильском собрании. В любом случае, может получиться весело. Кто знает, вдруг и правда, отец гуглил далеко не билеты на футбольный матч, а что-нибудь погорячее. Ах, и не понравится это твоей маме. Третье место. Надень шапку. Предупреждаем сразу, отшись маманью или папанью в этом вопросе тебе помогут только густые волосы. Если парикмахер, дядя Толик подстриг себя под нолик, то тут уж извини. Ну а потлатые могут сказать, что боженька как раз и придумал растительность на голове для того, чтобы нормальное живое существо могло обходиться без головного убора. Если что, это сказал очень важный среди взрослого поколения доктор Комаровский. Разве он посоветует что-то плохое? Второе место. Да чего не так? Нормальная же одежда. К сожалению, на шапках проблема одежды не заканчивается. У многих родителей вкус весьма специфичный. Но они считают, что покупать тебе шмотки лучше им самим. А то ты натащишь в дом всякой ненужной фигни. Разумеется, одежда должна быть в первую очередь комфортной и теплой, если мы говорим о зиме. Но это же не повод наряжать тебя, как во времена молодости родителей. Скажи, что эта эпоха динозавров давным-давно прошла. А ты в такой старческой одежде чувствуешь себя неуютно. Одевай, говорю. Ну что за рубаха какая-то? Ну что это? Девочки скажут, какой красивый мальчик. Можешь еще немного порофлить над родительским стилем 90-х, если они стебутся над современной модой. А вот и удастся пробить эту стенку. И первое место. Все с окна будут прыгать, ты тоже прыгнешь? У большинства родителей есть очень интересная методика. Если им не нравится поведение твоих друзей, то они используют знаменитую фразу, которую ты слышал 5 секунд назад. Но если же дела обстоят наоборот, то вход идет убийственно. Ну посмотри, все дети как дети, а ты вот у Людочки моей такой хороший ребенок. Так вот, в следующий раз, когда мать начнет заряжать про прыжки с окна, ответь ей. Да определись ты наконец. Мне вести себя как все нормальные дети или не прыгать с окна, когда все туда полезут? Можешь немного перефразировать классический перл каждого родителя и ответить что-то типа этого? Все про окно говорят. И ты будешь говорить? Наши друзья идут прыгать на тарзанке с моста. Можно нам тоже пойти? Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Нет. Ну мам, туда все наши друзья пойдут. Если ваши друзья пойдут прыгать с моста, вы тоже пойдете? Да. А как ты съезжаешь с родительских упреков? Может знаешь другие еще более эффективные методы, как можно отшить родаков? Пиши об этом в комментариях и не забудь подписаться на канал, чтобы первым смотреть самые крутые топы Ютуба. Ну и на паблик ВКонтакте подписывайся. Ведь там мы регулярно вместе общаемся.